Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим события последней недели, а именно что произошло на рынке, какие важные события стоит ожидать на этой неделе, поговорим про забред Китая относительно биткоина, поговорим о ситуации с компанией-застройщиком из Китая WeGrand и также разберем те заявления, которые были сделаны на прошлой неделе в ходе заседания ФРС. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Мы не встречались с вами последние несколько недель, поэтому у нас накопилось достаточно большое количество событий и интересно будет также посмотреть на рынок, соответственно, что сейчас на рынке происходит и что имеет смысл ждать дальше, ну и соответственно, как действовать в текущей ситуации. Вообще, если резюмировать итоги последних двух недель, то мы видим то, что индексы, то есть мы возьмем как раз ключевой инструмент, за которым мы следим, индекс S&P 500. Мы видим, что та ситуация, которая повторялась у нас из месяца в месяц, когда были коррекции, коррекции очень быстро откупались, сейчас эта ситуация может поменяться и фактически сентябрь, закрытие сентября в отрицательной зоне может стать первым, соответственно, месяцем с января, когда индекс S&P 500 закрывается ниже открытия. И этому как раз сопутствует несколько факторов, о которых мы и поговорим. Ну, в первую очередь, если подвести итоги того заседания ФРС, которое было, его также долго ждали и, как ожидалось, конечно, с точки зрения ключевой процентной ставки здесь никаких изменений не произошло. Она по-прежнему остается на около нулевых значениях, но прогноз повышения процентных ставок уже был смещен на год вперед. Соответственно, первое повышение процентных ставок мы ожидаем в 2022 году. Но ФРС ведет довольно-таки мягкую политику и они говорят о том, что они будут более гибкими относительно изменения данных процентных ставок. То есть не так, чтобы сразу рубить, повышать процентную ставку, а делать это постепенно, учитывая все факторы, которые происходят на рынке, в том числе и безработицу, в том числе и инфляцию, за которой они следят. И только когда экономике это будет нужно, они будут делать, соответственно, эти же шаги. Соответственно, еще одно опасение, которое было на рынках, на котором рынок корректировался, это как раз снижение КУИ, снижение выкупа как казначейских облигаций, так и бандов. Оно пока не последовало в сентябре, хотя многие его ожидали. Собственно, на этом также происходила часть фиксации позиций. Но, скорее всего, это так или иначе произойдет и ФРС будет сворачивать свою мягкую монетарную политику. То есть прекращать печатать деньги и, соответственно, насыщать экономику. Но, опять же, это будет идти постепенно. Соответственно, сейчас уже мы подходим на пороге еще к одному важному событию. Это сезон отчетов за третий квартал, который ожидаемо будет хуже, чем второй. То есть второй квартал, который у нас завершился, уже все компании отчитались, может быть, какое-то небольшое количество компаний осталось. Но, тем не менее, сезон отчетов был рекордный. Мы показали, точнее, компании показали рекорд с 2008 года. И, собственно, понятно, что был эффект низкой базы. То есть экономика восстанавливалась. На этом скачке как раз многие компании отчитывались лучше, чем ожидалось. Но, скорее всего, следующий квартал уже будет хуже и так далее. То есть уже такого импульса мы, скорее всего, не увидим. Поэтому это еще один фактор в копилку тех рисков, которые сейчас на рынке могут быть. Соответственно, если говорить о текущей ситуации на прошлом деле, мы тоже видели всплески индекса страха, который подрастал до отметки 29. То есть те уровни, которые у нас были, например, в мае. Но сейчас он несколько подупал после как раз ФРС. Немного все пришли в норму. И предполагают, что, скорее всего, такого же повторения не будет. Но если мы посмотрим, опять же, на график S&P 500, здесь пока мы смотрим на Trading View Chart, то мы видим то, что уже эта коррекция глубже. То есть уже мы ушли сильнее, если брать тот тренд, который у нас сформировался в течение порядка года. То есть мы ушли ниже тех уровней, которые мы видели в августе. И вполне вероятно, что тот отскок, который мы сейчас видим, он может быть коррекционным. Мы можем пойти еще ниже на 4200, к примеру, может быть еще ниже. То есть здесь вот этот риск, он остается. Но в том числе мы видим это по просадке компаний, которые добавлены, например, и у меня в портфель, и я думаю, что у вас. Они также довольно-таки сильно проседают. Но что еще интересно, у нас очень много новостей, очень много факторов завязано на Китае. Ранее говорил, мы понимаем, что у нас есть ключевые экономики США, Европа. Далее за ним идет Китай, далее затем к ним может присоединиться также Индия. Уже развивающиеся рынки. И, соответственно, здесь Китай, он берет на себя очень уже большую долю как раз влияния на рынок. И я думаю, что это влияние как раз будет также продолжать удерживаться. Ну, к тому же та же самая ситуация с застройщиком Китая, Эва Гранда. Пока здесь вроде все более-менее спокойно. Были разговоры о том, что компании помогут, да, и будет реструктуризация того долга. То есть, ну, пока ситуация остается тоже в подвешенном уровне. Но на прошлой неделе в 5 минутах также акции компании Вегранда подрастали. Если посмотреть, опять же, с точки зрения фондового рынка, да, то есть на текущий момент. То есть, мы видели на прошлой неделе также и отскок, да, по ключевым индексам по Dow Jones, по S&P 500 и по многим другим. Неделя завершалась довольно-таки позитивно. Но, опять же, хватит ли теперь настроя пойти на новый максимум, как, собственно, индекс сделал из года в год. Если все-таки этого не произойдет, то, возможно, более затяжная коррекция как раз на рынке и будет происходить. То есть, сейчас мы видим уже, что несколько паттерн того, как себя ведет основная доля участников, он несколько меняется. Уже становится более страшно, да, опять же, в ожидании, в ожидании новой коррекции, которая может быть. И еще одна новость, которая была, да, на прошлой неделе, это новость относительно биткоина. Китай объявил то, что все операции с криптовалютами будут вне закона, да, опять же, ограничивая использование данного, данного средства, ну, как платежа. Возможно, были какие-то случаи того, что Китай, ну, для Китая это не очень прозрачный инструмент, ну, собственно, как для многих других стран. Но Китай может, да, Китай может сказать, что нет, мы запрещаем, мы не будем это использовать. Ну, и, собственно, рынок криптовалют также на это среагировал. Мы видели падение практически по всем ключевым инструментам, да, по биткоину, по эфиру, по латкоину, по рипл. Собственно, все скорректировалось, опять же, на этой новости. Но, опять же, до этого, соответственно, мы видели то, что одна из, ну, скажем так, не самых популярных стран, да, скажем так, в плане экономики решила сделать наоборот криптовалюту, да, подтвержденную платежным средством внутри страны. Но здесь Китай имеет, конечно, безусловно, больший вес, ну, и в том числе были, в том числе и реакции с точки зрения компаний, которых торгуются на бирже, да, то есть там Coinbase и другие. То есть они также показали коррекцию. То есть этот в том числе отражается также и на фондовый рынок. То есть Китай, он уже вот на протяжении последних нескольких месяцев является законодателем того, как себя ведет фондовый рынок. И это, конечно, очень интересно, потому что раньше, ну, конечно, были там и торговые войны и все прочее, но такого количества действий со стороны Китая их, конечно, было меньше. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по ключевым инструментам, да, и начнем мы как раз с разбора событий на эту неделю. Сегодня, в понедельник, будет выступление Банка Японии, ну, уже прошло, также будет выступление президента ЕЦБ Лагард. Будут опубликованы заказы на базовые товары длительного пользования. Здесь пока не ожидается прироста. Во вторник заявление представителя ФРС Паула, да, будет еще одна конференция. Также будет опубликован индекс доверия потребителей от СВИ. В среду будет еще одно выступление Паула, запасы нефти, как обычно, по средам. Также будет два выступления Лагард. То есть, ну, сейчас еще в Германии идут выборы, да, Ангела Меркель уходит. И, соответственно, теперь вопрос, какая партия будет во главе. То есть, там тоже много достаточно вопросов, исходя из того, какой курс будет экономического развития по Германии, да, ключевого локомотива Европы. И в четверг, соответственно, здесь будут опубликованы данные по Канаде. Здесь будет, в Канаде будет выходной, прошу прощения. По Великобритании будут выйдут данные по ВВП. Также выйдет ВВП по США. Здесь пока ожидается данные на прежнем уровне. То есть, это квартальный 6,6%. То есть, ну, здесь довольно-таки неплохо. Кстати, опять же, здесь тоже говорят о том, что, ну, и вполне вероятно. То есть, как бы ВВП восстанавливался, да, последний год. Но, скорее всего, дальше, опять же, пойдет замедление. И мы придем, там, к тем уровням, которые, ну, прирост, который был, там, в 2019 году. То есть, экономика будет расти гораздо медленнее. Но, опять же, на фоне повышения процентных ставок, то этот рост тоже может притормозиться. И в пятницу выйдет ВВП как раз по Канаде. В США индекс менеджера по закупкам в производственном секторе от АСМ. Здесь идет небольшое снижение. То есть, снижается как раз данный индекс. Предыдущее значение было 59,9%. Уже тот прогноз, который ожидается на пятницу, это 59,8%. Это будет первая пятница месяца. Но нонфармов в этот день я не вижу. Скорее всего, они будут опубликованы уже на второй неделе октября. Если посмотреть по ключевым инструментам, которые мы с вами разбираем, и начать как раз с валютных пар, то по евро-доллару здесь у нас пока, опять же, сохраняется, с одной стороны, нисходящее движение. Но в том числе, пока уровень 1,16-1,1650 удерживается. Поэтому вполне вероятно, что от данных уровней мы можем видеть продолжение как роста европейской валюты. Поэтому здесь за этим тоже наблюдаем. Если цена уходит ниже отметки 1,16, то уже, вероятно, поход дальше и на 1,15, и на 1,13. То есть, те уровни, которые мы видели в летом 2020 года. Но пока евро удерживается выше данного уровня. Поэтому, если эта отметка будет взята, то, скорее всего, коррекция по евро продолжится. Пока здесь для себя никаких сделок не планировал. То есть, здесь пока не было для меня сигнала на вход. Единственная сделка, которую я открывал, это была как раз 22 сентября. Здесь я пробовал покупать, но это было как раз на момент заседания ФРС. Здесь мы немного продавили данный уровень. И пока из этой позиции я вышел. Возможно, чуть позже также в нее перезайду, когда уже будут сформированы новые уровни. По паре британский фут, американский доллар. Здесь тоже сохраняется пока у нас боковик. Мы движемся в рамках пока восходящего тренда. То есть, отбиваемся от нижней границы, которая у нас сформирована как раз последними тремя месяцами. Это отметка 1,36. И вот от нее, опять же, можно было рассматривать для себя покупки. Здесь пока цена движется в рамках как раз восходящего движения. Но для меня здесь пока сигналов на вход не было. Поэтому в эту позицию я тоже не входил. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь пока у нас также сохраняется движение восходящее. В принципе, покупки, они все так же остаются в приоритете. Поэтому здесь тоже, как один из ситуаций, которые я буду смотреть по данной валютной паре, это вход на продолжение роста на покупку. Пока здесь сигнал не сформирован. Но вполне вероятно, что на этой неделе он как раз может появиться. Мы находимся в нижней границе данного восходящего канала. Соответственно, если будет паттерн, если будет сигнал на то, что цена начинает двигаться в сторону восходящего тренда, то здесь я для себя тоже буду рассматривать присоединение. По паре американский доллар, японская едва. Здесь у нас пока все еще сохраняется боковик уже несколько месяцев. И здесь я для себя тоже рассматривал покупки как от нижней границы, а также продажи от верхней границы. Поэтому сейчас мы подбираемся к новому локальным максимуму за последние несколько месяцев. Вполне вероятно, что здесь сформируется сигнал как раз на продажу. Но пока его нет. Сейчас уже мы обновляем максимум, который был сформирован в пятницу. То есть тот тренд восходящий, который начался пару недель назад, он все еще пока продолжается. По паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь, с одной стороны, пока мы не обновили минимум, который у нас был сформирован как раз в августе, я для себя рассматриваю текущий тренд как восходящий, то есть как раз самое его начало. Поэтому здесь я для себя рассматриваю непосредственно покупки. Сегодня открыл уже также позицию, открывал ее просто по рынку. Поэтому цена для входа была для меня комфортной. То есть туплост у меня стоит за минимумы, которые были как раз на прошлой неделе сформированы. Соответственно, ожидаю для себя обновления локальных максимумов и продолжения движения в рамках данного тренда. То есть целями уже на 74, 74, 50, 75. И то же самое по новозеландцу. Также мы обновили максимум, который у нас был сформирован в августе. Это уровень 70, 90. После него произошла коррекция. В принципе, сейчас тоже рассматриваю для себя вероятность продолжения как раз восходящего движения. То есть вот на этот рост как раз я сейчас и делаю ставку. Соответственно, позицию тоже открыл. Стоп стоит за минимум, который был также 23 сентября сформирован. Золото. По золоту продолжается у нас боковик. Можно сказать, что сейчас мы торгуемся у уровня 1750 долларов за тройскую унцу. Здесь мы были в июне и подошли опять же сейчас. То есть если посмотреть на часовой таймфрейм, то в принципе сегодня мы торговались выше тех уровней, которые были сформированы в пятницу. Есть возможность заходить в рост. Но опять же, так как золото более дорогой инструмент, я поставил отложенный ордер. Со стопом как раз заменил 23 сентября. Но вот скорректируемся сюда в золото небольшим объемом с минимальным стопом я бы присоединился. То есть здесь вот пока ждут данные ситуации. По индексам. Напоминаю, что теперь индекс DAX 30. В него вошли несколько, ну 10 новых компаний. Теперь индекс называется DAX 40. Если вы торгуете, то нужно переоткрыть вашей платформе для того, чтобы видеть как раз данный инструмент. Здесь в принципе тоже у нас мы не обновили, точнее мы не ушли ниже тех минимумов, которые у нас были. В июле. Поэтому пока здесь тенденция сохраняется восходящая. Поэтому пока опять же общий тренд у нас идет восходящий. Но мы уже находим в середине данного канала. Поэтому сейчас заходить опять же я не буду. Если будет еще одна волна коррекции, которая вполне возможно будет последовать, если она произойдет на американском фондовом рынке, то здесь буду для себя эту ситуацию рассматривать. Но скажу так, что для меня вот этот уровень 15 059, то есть те минимумы, которые у нас были на прошлой неделе сформированы и также в июле, они могут стать разворотами. Если все-таки DAX уйдет ниже данных уровней, то более затяжная коррекция здесь может последовать. Ну и то же самое по S&P 500. То есть то, что я говорил. Стандартная ситуация, да, buy the dip раз в месяц она происходила. Иногда еще два раза в месяц мы видели данную ситуацию. То есть сейчас она уже несколько, она была, во-первых, более глубокой, да, по сравнению с теми коррекциями, которые у нас мы видели из месяца в месяц. И теперь вопрос, хватит ли запала для того, чтобы уйти на новый максимум. Пока есть очень большие риски того, что этого не хватит. Если мы уйдем ниже минимальных значений, которые были на прошлой неделе сформированы и на позапрошлой, то есть те уровни, которые у нас сейчас лежат на отметке 4300, то, вероятно, еще более затяжная коррекция может произойти. Вполне верно, что до 4000 мы зайдем. Поэтому с точки зрения, опять же, и формирования портфеля инвестиционного, то есть те акции, которые, наверное, просели сильнее, да, то есть на которых больше распродажи, назовем это так, имеет смысл добавлять в свой портфель. Или подождать, пока произойдет ли эта коррекция, для того, чтобы добрать еще с дисконтом те акции, которые вы для себя хотели добавить. В этой связи нефть уходит на новый локальный максимум. То есть здесь произошел как раз разворот, да, то есть в начале этого месяца нефть показывает себя довольно-таки неплохо. И фактически сейчас мы торгуемся на уровне 80 по нефти марки Brent. Но, опять же, сейчас мы находимся на локальных максимумах. Опять же, заходить сейчас, ну, уже довольно-таки опасно. Но нефть я для себя уже довольно-таки давно не торговал. Ну, и по другим инструментам Dow Jones, та же самая ситуация с S&P 500. Да, немного мы переписали тот минимум, который у нас был сформирован в июле. Но, тем не менее, пока тренд сохраняется восходящий. Ну, и по NASDAQ, по NASDAQ здесь не все так, собственно, настораживает, как, по крайней мере, с S&P 500. Но, тем не менее, то есть, опять же, коррекция была, коррекцию пока откупают. И идем вновь на новый локальный максимум. У нас последние пару недель были довольно-таки интересными. Они были крайне волатильными. Поэтому, со своей стороны, скажу, что важно всегда оценивать риски, действовать максимально аккуратно. Ну, и вот, скорее всего, то, скажем так, хорошее время, которое было у нас в последний год, да, когда рынки просто росли, когда росло все, да, практически здесь, вот эта стратегия уже может дать, скажем так, свои, внести свои коррективы. Поэтому это важно учитывать, когда вы покупаете новые акции. То есть, стараться не покупать там по локальным максимуму, ждать коррекции для того, чтобы как раз те просадки, которые на рынке могут быть, их по максимуму пережидать, да, и не выбегать из рынка в панике, особенно, если это хорошие проверенные акции, которые вы добавили в свой портфель. Ну, а на сегодня это все. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Увидимся уже на следующей неделе. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok